Среди тех, кто традиционно принимает участие в прививочной кампании, представители вертикали власти и здравоохранения. Управленцы не только рассказывают, но и на личном примере показывают всю важность и пользу проведения полномасштабной прививочной кампании. Мы видим по эффективности и по, скажем, именно по занятости инфекционных отделений, вообще больничных отделений, видим, что намного меньше стало осложнений в виде пневмонии, других каких-то проявлений, осложнений именно гриппа. Так что это очень полезно и, скажем, бояться здесь нечего, ввиду того, что уже пять лет мы прививаем, это даже российская гриппол плюс вакцины, она себя зарекомендовала очень хорошо и как эффективная вакцина. По предварительным прогнозам в Беларусь придет три штамма вируса гриппа. Уже сегодня в медицинских учреждениях области доступна бесплатная, давно знакомая многим вакцина, произведенная в России, гриппол плюс, а также платные французские препараты в Аксигрипп. Его стоимость 10 рублей, в Аксигрипп Тетра за 15 рублей и за 8 рублей 40 копеек из Нидерландов Инфлювак. В прошлом году мы имели минимальные цифры заболеваемости гриппом среди населения всего 68 человек, в котором был поставлен диагноз грипп, в то время как в 2016 году это было 368 человек, а в предыдущие годы это тысячи и тысячи, а два десятка лет это 30 тысяч и более. Поэтому, как вы видите по цифрам, эффективность иммунизации против гриппа очевидна. В этом году планируется привить около 40% населения области, 8% за счет средств предприятия, а это 108 тысяч человек. Все больше работодатели осознают важность вакцинопрофилактики, поскольку массовая вакцинация щадит не только здоровье, но и сохраняет производительность труда. Как правило, в первую очередь за счет местных бюджетов будут прививаться дети и работники учреждений образования. К слову, учебные заведения области уже порядка пяти лет не закрываются на карантин. Завершить кампанию 2018-го предполагают традиционно к 1 декабря.